всем привет дорогие друзья с вами константин рад вас снова видеть извините что долго не записывал ролики времени не было итак в этом мини курсе мы с вами создадим приложение которое будет взаимодействовать с парском то есть этим будут бэконт это сервисом то есть басом приложение будет выглядеть примерно вот так вот значит смотрите вот у нас есть карточки определенно например нажимаем на эту карточку здесь у нас есть какие-то комментарии вот можем добавить какие-нибудь комментарии вот запустить их вот и это приложение также будет содержать у нас аутентификацию по пользователям ну и также можно будет создавать новые карточки вот и сюда вводим титул description берем например картинку из библиотеки там с камерой если у кого реальное устройство здесь симулятор тут камеры недоступны у меня вот то есть вот такое небольшое приложение создадим вот чисто показать пример как работать с этим backend сервисом итак я уже создал single view application назвал его фотокарт мы будем разрабатывать девайс ориентейшн портрейт вот поэтому предлагаю сейчас перейти в main storyboard и как вы видите у нас есть view контроллер предлагаю перенести на этот view контроллер уай имидж view так вот этот элемент это у нас будет что-то наподобие бэкграунда так сразу ему constraint и сделаем по нулям так нет обновлять мы не будем просто добавим итак далее переносим collection view зададим ему размеры какие-нибудь по ширине значит дадим ему 600 по по высоте наверное 430 так располагаем его по центру дадим ему авто лаяут так 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 да все далее нам понадобится несколько кнопок значит батон берем это у нас будет кнопка отвечать за создание новой карточки пишем new карт я не буду красоту в интерфейсе наводить просто это очень много времени занимает там шрифты подбирать вот далее следующая кнопка у нас будет отвечать за выбор пользователя так значит это мы убираем ставим значит 35 35 на 35 кнопка на эту кнопку значит надо положить какую-то картинку предлагаю уж 30 30 сделать поменьше для вас уже подготовил парочку картинок вот она находится в папочки ресурс поэтому переходим в сет и просто перетягиваем данной картинки нашу этот ассет скачал их с интернета но яндексе набил здесь есть аккаунт потом задний фон клоуд ну и вот эти вот три картиночки с автомобилями переходим main storyboard значит где имидж выбираем аккаунт вашего ты получился ставим 30 на 30 так он сдвинулся ну-ка 0 сюда поставим и устанавливаем его куда-нибудь сюда вот нам необходима еще одна кнопка эта кнопка будет отвечать за смену пользователя поэтому назову ее она 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 он пока неизвестный пользователь так нажимаем кнопку нажимаем команд равно она отрезается под размер текста далее расставим constraint и для этих кнопок значит сюда идем vertical spacing здесь horizontal spacing далее здесь у нас horizontal ну так это у нас имидж наш вертикал спейсинг также надо поставить и вид хейт все но и с этой кнопкой значит она будет у нас картинки горизонту и к вертикал спейсинг к имидж я привязал к имидж не к супервью поэтому такие вот странные обозначения далее разбираемся с коллекцию значит скрол дирекшн у нас будет вертикал далее background background пускай пока по умолчанию будет значит ячейка размер ячейки у нас будет 380 на 250 так минимум спейсинг для ячейки пусть будет 0 так здесь будет 20 здесь сверху отступ 20 снизу тоже пусть будет 20 вот получился такой у нас прямоугольник далее надо теперь заполнить этот прямоугольник информации значит переносим переносим имидж вью точнее не информации элементами имидж вью растягиваем применяем сразу автолаяут далее сделаем следующего давайте возьмем такой элемент визуал эффект view blur поместим его сюда где-то то есть у нас будет здесь какой-то текст на размытом заднем фоне вот для красоты значит автолаяут для него сделаем так 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 и высоту дадим 80 вроде правильно и применим обновление да вот он расположился возьмем еще один лейбл значит здесь будет у нас смотрите название этого как его ну название карточки в данном случае автомобиля здесь будет описание так располагаем где-то наверно так вот сделаем так зажмем alt посмотрим сколько сделаем 17 по 16 по бокам 8 значит так вот отцентрируем текст ну давайте назовем там ferrari 430 хаммон по моему с двумя мы и применим к нему тоже этот автолаяут добавим constraint и так что он тут нарисовал давайте апдейт сделаем этого элемента сколько шрифт 17 пусть будет 18 сделаем апдейт даже такое апдейт фреймс вот ну и здесь description у нас будет описание тоже растянем лейбл где-то давайте высоту ему 40 дадим вот вот так вот то есть высота 40 сразу автолаяут сделаем ему так 20 20 снизу по бокам восьмерки добавляем constraint и значит у нас будет description отлично текст предлагаю сделать наверное побольше хотя вам давайте 17 lines 2 сделаем так автоширинг минимум минимум выберем минимум фон скейл то есть масштабированный текст будет минимально 75 так для него кстати тоже сделаем 75 где-нибудь все теперь предлагаю заняться кодированием значит мы наверно view контроллер этот удалим и создадим свой выбираем ios source кокотаж класс my view контроллер как его назвать давайте назовем его не знаю там давайте назовем его timeline timeline view контроллер создадим так мы это дело убиваем а вот ли это надо создать на эти элементы которые мы там делали с вами веквар что у нас там коллекция так коллекция view то у нас бутылай коллекция view далее у нас там background image есть background image вот это вот как его называется current давайте его назовем current текущий пользователь то есть полное имя текущего пользователя full name full name button это у нас батон отлично теперь во видит лод предлагаю задний фон картинку наложить на задний фон и сделать ее размыто поэтому пишем следующий код background image view image сначала ей дадим картинку вай имидж там named у нас картинка называется вас это код поехали дальше вот сделаем ей вай блюр эффект 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 размытия пишем вай блюр вай блюр эффект стайл темный дадим поехали дальше блюр эффект вай берем view visual эффект так вай визу visual эффект в ю вроде называют чем не не помогает блюр эффект значит там есть эффект и ему передадим вот этот вот эффект него и теперь берем вот этот блюр вот эту перемену блюр эффект view фрейм у нее есть там и на всю юшку и кидаем этот фрейм берем все вьюшки так далее background но теперь надо вот этот вот эффект добавить на нашу background image view там есть и добавляем этот блюр эффект отлично отлично теперь необходимо с collection view разобраться поэтому пишем extension наш вот этот timeline так timeline view контроллер значит у коллекцию есть data source поэтому его берем collection view data source заполняем есть number number of section вот это вернет один потом реализуем его эти самые методы обязательные так collection view number of items так это вот это тоже пускай пока вернет один и теперь самый главный метод это тут collection sell for item от index.patch значит берем let's sell это у нас будет collection collection view так the 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 quire is usable вот это берем так сюда мы кидаем пусть будет card sell index.patch сюда передаем ну и просто вернем цел ячейку вроде все правильно только нам надо теперь в main storyboard перейдем main storyboard вот и дадим background не по умолчанию прошлись мы сейчас запустим симулятор у нас будет черный а вот сделаем clear color ну можно в коде сделать и надо ему вот эти data source delegate дать один и второй так значит нам еще надо view controller у нас значит вот это timeline view controller поэтому переходим сюда timeline view controller запускать пока не будем прошу нас данных нету предлагаю создать класс назвать его карт откуда будем собственно и брать данные выбираем ios source swift файл назову класс карт так значит здесь будет у айтит пишем класс карт значит у этого класса у нас есть титул description картинка ну и пусть будет там число так ну давайте сейчас я это все напишу war title пока пусто war description тоже пустая строка и так у нас будет переменная количество постов то есть количество комментариев коммент к этому к этой карточки сделаем ее 0 ну и картинку надо карт назовем ее image это image сделаем инициализатор init этот значит титул у нас стринг description тоже стринг карт image это у нас уай image ну и теперь надо это все дело передать передать тем свойствам этим переменным title потом self description 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 self что там карт image это у нас карт image number of что там коммент пусть будет у нас единичка так это мы сделали теперь необходимо заполнить эти карточки нашими картинками ну в смысле заполнить карточку эту значит ну какие то какие то данные нужны нам dummy data data значит пишем static fang назовем create карт ничего не принимает возвращать будет массив вот этой массив карт значит сразу пишем return массив ну вот поехали значит пишу значит карт этот инициализатор заполнил заполнил значит у нас будет ferrari это у нас string ferrari какая там 430 hammond description we love this car картинка значит нам нужна будет image named я посмотрю как она называется ferrari без пробела значит это просто копируем беру пробелы да вот так вот поехали дальше следующее карт какая там машинка у нас ford shellby gt350r значит пишем ford ford shellby gt350r давайте такой же description сделаем чтобы долго не думать о имидж возьмем отсюда это у нас будет без пробелов ford shellby запятая поехали дальше последнюю машинку добавим карт это у нас будет infinity fx 35 вот и и пишем значит infinity fx что там 35 на такой же description у а имидж это у нас будет infinity 35 только без пробела вот ребятка мы с вами создали заглушку для данных сбилдим проект на всякий случай чтобы ошибок не было перейдем в timeline значит теперь нам необходимо эти данные получить здесь поэтому создадим приватную переменную private var назовем ее cards наши карточки возьмем карт и у там у нас должна сейчас эта функция появится вот create card отлично теперь необходимо разобраться с collection view значит здесь что будем возвращать будем возвращать cards . count значит нам необходимо кастомную эту самую ячейку сделать поэтому создадим файлик ios source выбираем кока touch класс это у нас будет y view collection что с кодом а y collection господи с xкодом все нормально это я туплю так назовем ее card card collection view controller значит что у нас тут такое имеется ой это я не то создал извините пожалуйста задумался надо не collection контроллера создать collection view cell о ячейка же нам нужна и назвать ее card извините пожалуйста вот вот так вот значит сюда что мы пишем нам надо взять outlet и создать вот этих всех штук поэтому пишем я потом все соединю vicar что у нас есть там card image view это у нас будет твой image view далее у нас есть титул card титул это у нас лейбл вайл ибо есть у нас description card description лейбл вайл лейбл да что такое лейбл так это мы значит аутлеты создали давайте там все их свяжем пока не забыл значит collection view даем класс который мы создали мне мне сначала надо так timeline сделали collection view цел вот даем card collection цел значит здесь аутлеты какие у нас background image view это вот это collection view это вот эта штучка current user button full ну этот full name вот это вроде все далее переходим на вот эту на card collection view значит card description это вот это card image view это вот эта штука и титул вроде все далее значит нам нужна перемена куда мы будем передавать наши данные поэтому пишем цел там сделаю переменную карт значит это у нас будет self cards index patch index patch давайте неров возьмем item вот перейдем сюда создадим эту переменную карт предлагаю сделать поставить на нее observer это у нас будет card установим детсет ну а здесь у нас будет update y и создадим вот эту function функцию отлично значит в ней мы что сделаем мы поставим возьмем card title card title label текст мы возьмем с card . у нас там есть титул потом card . текст это мы возьмем card description ну появилась description и card image card image view image это мы значит возьмем с card card image по моему да card image . . . . . . . . 20 . . . . . прямоугольной форме я хочу им радиус дать где-то наверное 5 чтобы они такие закругленники были как это сделать для всех карточек для этого у нас есть layout subuse сюда мы пишем супер этот вот layout так лай лай аут вот собью с берем значит self-layer corner radius давайте десятку лучше дать self clip bounce и обрежем нужно так клипс бал у нас будет true тубамс по-моему да отличненько это мы значит сделали здесь у нас что-то такое war card сохраню на всех суши ну да здесь надо вот это дописать карт не знает откуда брать эту штуку все ну предлагаю запустить посмотреть что у нас получилось выдал ошибку идентификаторный идентификатор ругается перейдем в main storyboard постоянно забываю про этот идентификатор у нас там по моему карт цел был снова запустим да вот у нас получилось то что я в принципе хотел сделать вот тут наверно названием машинки ошибся где у нас карт ferrari 430 хаммон ну да вот ошибся буквы хаммон ну и тут давайте также сделаем итак дорогие друзья давайте на этом видео урок я закончу вот первую часть в следующем уроке мы уже создадим новый view контроллер вот на котором будем нажимать на эту карточку у нас будет открываться данная карточка с какой-нибудь там информации все всем спасибо за внимание пока